Друзья, всем категорически хорошего дня. У нас сегодня огороды. Хотя у нас и вчера были огороды, но что-то не сложилось. Пробки, гильзы разные. Ну, что бывает на огородах, да? Сегодня у нас огороды перспективные, потому что мы здесь уже с вами были. Приехал я. О, смотрите как. Уже все сделано. И он тут не один. Так что походим. Ну, я посмотрел, уже следы есть. Ну, куда же без следов? У нас везде всегда следы. Так что пикаем и говорим. Да, я думаю, что-то будет. Ну, хочется мониторсинга. Ну, хотя бы две. Если две будет, будет ролик. Не знаю, видно вам или нет. Смотрите, сколько следов, а. Или один человек упорно что-то выхаживал, или это был не один человек. Ну, где-то был. Нет, с этой стороны был лучше. Ты что ты? Я уже так обрадовался. Ты испортился? Чу. Такое я бы не копал, если бы передача мне звенела. О, вот такой вот был. Ты что, не проснулся? О, кругляшок, смотрите. А, понятно. Наверное, вот так вот лежало с той стороны. Но умения не пропьешь. Хотя у меня соседи стараются очень. Вот вам и лайфхак. Сигнал спорный. Всегда надо перепроверить. И не один раз. Что это? Денежка. Денежка Николая Первого. О, живая. Класс, здесь химии. Немного, это же огород. Не поле. Ну, начало положено. Ищем. Смотрите, какая приятная, но небольшая монетка. У нас денежка 1854 года. Понятно, что монетка Николая Первого. Но, увы, у нас они недорогие. Так сказать, конверт дороже. Но монеты в неплохом состоянии. Стоят каких-то денег. Просто одну продавать нет резона. Лучше набора. А вот человек банку выкопал. Ну, чего, бывает. На таких домах это всегда за счастье. Сигналов тут море. Смотрите, как. Вот следы шел человек. И вот следы. Но это очень широко, чтобы перекрыть прибором. Потому что на выходе эта катушка поднимается. Вот осколок какой. И смотрите, какой сигнал. Годограф говорит 100. 101. Линия ровная. Не, ну может быть ложка, банка. Здесь такого добра. Мама, не горюй. О, это уже черный. Что, сломался? А, вот оно что-то. Выкопали уже. А я и не туда. Тарам, ну не монета. Хотя на нем что-то написано. Смотрите, какое кольцо. И что-то написано. Ну, я так не вижу, что. Это как будто с палатки. Знаете, такие бывают сюда. Ну, или брезента какого-то, но с надписями. Дома уложним, покажу. Может быть, будут у кого-то мысли. А так, дырка. Дырка. Ну, все равно лучше, чем банка или ложка. Что это за кольцо Саурона, я не знаю. Есть надпись. Посмотрите. Если кто-то знает, буду благодарен. Просто интересно, что оно, где применялось. Какое по периоду. Сейчас хожу в поперек. Человек ходил вот так вот. Ну, тут большие такие расстояния. А мы в поперек. Где-то был. Смотрите, какой красивый. И опять же, от тех следов он сюда не дотянулся. Ну, что-то это похоже. 115. Красивенный какой. И как по мне, или что-то большое, или неглубоко. Что, выкопал? А, вот она. Смотрите. Класс. Это мне уже нравится. Огороды бывают разные. Покажу просто. А человек шел вот. Вот следы, видите? А монетка была... Ну, тут никак не дотянуться. Ха-ха. Класс. Что это? Медь. Секунду. А? Медь СССР. Медные. Люблю их такие. Они, конечно, вечно у нас затертые. Но это, кажется, более-менее живая. Две копеечки. Класс. Карманчик, карманчик. Димон, не наркоманчик. Состояние данной монеты не может не радовать. У нас две копейки 1924 года. Это ранние советы. Монета из меди. В таком состоянии можно сделать наглое лицо. Ну, такое, как у меня всегда. И просить один доллар. А чего? Сохран неплохой. Ха-ха. Тоже интересно, какая логика была у человека. Там вот все истоптано. Под кукурузой. Если вам видно, это был дом. Тут даже земля отличается. Ну, потому что дом из глины. А здесь... А здесь вот он не ходил. Так я же... Где-то был. О! Я же говорю, где-то был. Что показывает? 90, 89. Ну... Может быть... Ну, что-то... Может, совет. А может, какого-то облома чего-то. Ну, что-то не очень глубоко. Ну, тут, видите, тут мусора. Но это все металл. О, вот он! Так что ж я сегодня не туда сраня встал-то? О, муравьи. Муравьи признак монеты. Это черные муравьи. Вот многие говорят, как увидеть пятна. Вот видите, здесь земля даже такая. Какая-то желтая. То есть, ее видно. У нас чернозем. А со спутника такие пятна видно. Потому что с дома глина оставалась. Распахали. И это пятно. Так, смотрим. Вот так вот сядем. Тарам! Ну, это пятак. Однозначно. Пятак. Какого года? Так, кто его знает? Сейчас посмотрим, какого года. 43-го. О, пятачок. Я думаю, будет красивый. Живой. 43-го года. Военный. Ой, коленка. Пятачок красавец. 1943-го года. Оказалось, что монетка года в таком состоянии стоит денег. Можно сделать такое же лицо, как с предыдущей монеткой. Нагло. И тоже просить доллар, а чего? Показываю. Вот, смотрите, шел человек. Вот я копнул, была пробка. Но сигнал был классненный. Точно как совет. Ну, мало ли, да? Думаю, пропустил. И дальше иду. Ну, я переходил вот так вот. Справа налево. Не, я и пробку снимал, но я его вырежу. А тут 112, и вот, вот же след, видите? Вот, ну, размер ноги небольшой. Сороковой, наверное, это не у меня ласта. 45-й, 46-й. Ну, 112, ровная-ровная линия. Это уже от дома достаточно далеко. Тут уже следы как бы не так густо. Ну, где ты? Да что у тебя? Не шевелится, не квакни, слышите? Слышите? Да. Вот она. Не прошло и полгода. О, что это может быть? Рубляка. Почему такой маленький? Болел. Я даже не знаю, форма неправильная. На копеечку Николая форма не похожа. Честно. Секунду. Да, честное. Ха-ха-ха. Это это. Екатерина. Ух, класс. Ух, класс. Катькина монета, а. Ух ты. Вот следы, смотрите. Вот они. Раз, два, три, шестнадцать. И пошел. Иди с миром, мил человек. Класс. Помою и покажу. Вот это да. Тут и осколки уже как бы постарше. Более темные. Ну, думаю, мало ли. Показалось. Вот тебе и на. Это или деньга, или полушка. Такая маленькая, а. Класс. Ха-ха-ха. Желаю всем хорошим людям вот таких вот находок. Ух. Аж проснулся. Ча-ча-ча. Монетка мечта. У нас деньга 1767 года. Это монета Екатерины Второй. Тираж, как для такой монеты, не очень большой. Два миллиона шестьсот двадцать три тысячи штук. Если сделать такое же лицо, ну вы помните, да, наглое, то можно просить два бакса. А чего? Древность, крикет. Вот, смотрите, показываю, как было. Вот здесь мы выкопали пробку. Вот здесь мы выкопали мечту. И так, так, я сюда-туда, по кругу. И о, не, ну не медь. Восемьдесят девять. Как бы на совет похоже. Ну, в свете последних событий. О, так уже девяносто. А если я еще потопчусь? Сто один станет, не? Не. Никакой с меня топотун. Но девяносто это уже. Ну, или пятак очень, очень близко к поверхности. О, вот она. Смотрите, ушко. Пуговица. Ну, если с ушком, значит, лысая. Люблю поги. Так, этот волнующий момент. Лысая, не лысая, как попа Анжелины Джули, не? Оп. Не, что-то есть. Орел. Не вижу, есть у него что-то в лапах. Нет, это какая разница. Красивый какой. Ушко можно ровнять, но я бы не советовал. Отломается. Лучше пускай будет такое, чем никакое. Класс. Ямку мы, конечно же, зароем. Зарывайте ямки. Вот так вот раз, это же не тяжело. О, класс. Общевойсковая пуга-орлянка. Но в каком состоянии. Посмотрите, какая красивая, такая желто-коричневая патина. Вот не чистил. Просто помыл водичкой. Класс-класс. И все. Просто шикардос. Ах, прям веет стариной. Вот здесь мы подняли тюбик. Ну я радовался, потому что был как монета. Верхушку с тюбика, знаете? Та, что с резьбой. Сигнал был похож. Копал отсюда соточка. Думаю, вторая половина. А ну вот что. Ну я ее уже в руки взял, потому что я его нашел. Но потом положил. Смотрите, какая штукенция. Какая-то висюлина. Что она? Вот это мог быть дом. Вот смотрите, да? Как бы посреди такого поля огород большой. И такой оазис. Стопроцентно это был дом. Старый, если вот такое вот уже дерево выросло. Там остатки вишняка и всего такого. Пока я тут показывал вам виды, уже и подсохло. Что это? Да я же не знаю. Какая-то висюлина. Может так было. Может так было. Сродни конины. Ну я фоточку примастырю. Вдруг кто-то признает. Может это вещь какая-нибудь супер-пупер древняя. Продадим и поедем все на Мальдивы. Ой. Припекает уже. Но еще покружим. Еще хочу вот за этот куст. С этой стороны. Или с этой стороны. Кто его знает. Как повезет. Точнее с обеих хочу обойти. Покружить. Если это дом. То где-то же был огород. Логично. Это заберем. А вот что это за штука не знаю. Есть вариант конечно что это от летающей тарелки. Ну или от ионного коллайдера. Ну вы поняли. Я не знаю. Если вы это знаете подскажите. А вот у кого-то была обломосина. Смотрите какой человек кратер вырыл. Это была ложка. Вот такая вот ложка. Он еще и саданул ее. Он конечно психанул. И ложку не забрал. Наверное кто-то городской копал. Потому что мы с Илюкой ложки забираем. Сумку. Вот так вот. Ямку. Мы этого. Нехорошего редиски. Прироем. А. Умно. Смотрите. Жгли. Стырню. И кукурузу кому-то сожгли. Нормально. Тут человек вообще уже не ходил. Вот. Сюда вот следы есть. А дальше нет. Устал наверное. Ну сигнальчик есть. 112. Друзья. Вот вы. Только честно. Без Б. Зарываете ямки? Или нет? Ну как зарываете? Да. Вот например. Вот такое. Да. Можно там прерыть. Ну понятно что не катком вравню. Или вы считаете что зачем? Здесь же пахалось. То есть. Есть борозные еще больше. Зарывать не надо. А в лесу. Там же не пашется. И там есть яма по колено. Ох какой красивый. 112. 113. И не не. О. Ха-ха-ха. Видали? Она была видна вот с этим корнем. Потому что отбросите такой звук. Дэнь. Монетки. Не знаю. Придала камера. Нет. Вот она. Что это? Монитосина. На что похоже? То я не знаю. Форма. Это это. Кажется копейка Александра Первого. Ну что. Какая-то она с этой стороны как будто ржавая. Как бы не сошел весь рельеф вместе с грязью. Ну. Попробуем. Попробуем. Что бы не получилось. Покажу. Но все равно приятно. Люблю такие монеты. Идем туда. Копеечка 1823 года. Видно что потеряна была неплохая. Но земля ее чудок ням-ням-ням. Но все равно приятно. Можно просить где-то около доллара. Смотрите как вишню-то старую. Куккин-квакин. Буря у нас была недавно. А тут вот так вот. Было бы ближе. Я приехал бы. Поперил бы на дрова. Ну а так. А так. Будет так и валяться. Никому не надо. Точно здесь дом был. Вишни старые. Сто процентно. Смотрите как здесь на выходе. Тарам. И туда пошел кармашек. Вот дерево какое-то. Это все были дома. Ну согласен. Таких уже выкопал. Я не знаю. Сто тысяч штук. С подхрюком. С подпуком. Но они все бьют. Как и монета. Ну в таких местах всегда много мусора. С одной стороны это хорошо. Потому что здесь вероятно, что человек что-то пропустил. Устал. А вот оно. Вот оно. Смотрите. Кольцо. Обручалочка. Конечно не оспанский перстень на 12 грамм. Но все равно обручалка ровненькая. Такие часто делали из монеты. Но это скорее всего женское. Потому что на мой палец вообще не налезет. Ни на какой. У меня конечно лопища такая, что только головы мамонтом давить. Но я думаю женская обручалочка. Царская. Может ранних советов. Кормошек. Ух. Уже мучительно жарко. Смотрите в какой карман зашел. Мы когда-то с братом после дождя попали. Весной была вскрыта влага. И советы прямо вот на этом огороде сверху лежали. 3 копейки, 5 копеек. Ранние советы. Идешь, они так красиво лежат. Вот смотрите какой был сигнал. Долго искал. Не глубокий, но искал долго. Видите какой. Выкопал вообще. А в земле был лучше. Вот возьмите себе на вооружение. Что когда хуже, когда лучше. Надо все проверять. Все. Вот он. Ха-ха. Видали как? Думал реально, что какашка какая-то. А ну еще такая красивая штучка. Какая такая? Ну так смотрим. Смотрите какой ключик. Махонький. Вот посмотрите. Вот палец, да? Ну пускай у меня палец как у людей нога. Но все равно. Вот ключик на палец. Ну вот что таким ключиком могло? Шкатулочка какая-то музыкальная? Или как? Вот такой махонький-махонький. Или часики какие-то красивые. Ну опять же маленькие такие. Вот будут варианты? Просто интересно. Я уже находил неоднократно такие ключики. Маленькие. Ну больше понятно часы. А вот это вот. Ну я помою, сфотографирую. Нужно быть красивый, бронзовый. Идем потихоньку к автомобилю. А вот что это за кроха? Я так и не понял. Может быть от той летающей тарелки? Что и запчасть? А может от часов или какой-то шкатулочки? Ну я просто теряюсь в догадках. Если кто-то знает, подскажите. Интересно. Ха-ха. Друзья, смотрите, что у меня есть. Красавец? Да-да-дам. Это он. Смотрите, какая красота. Где взял, подписчик прислал. Зачем? Чтобы я вам показал. Впервые держу такую штуку в руках. Что это? Это К-98. В сборе. Закрытый. Человек его не открывал. Что есть правильно. Если вы не умеете, зачем? Не, если вам хочется это оставить, можно курочить. А если, а если, то лучше не надо. О, смотрите, какой красавец. Никуда снимаю, извините. Я покажу поближе сейчас. Это же надо. Даже остатки дерева остались. Вот так он выглядит поближе. Штык-нож копанный. Это от винтовки К-98. Немецкой. Ведь я человек выкопал. По секрету. В Харьковской области. Что с такой находкой делать? Да, кто её знает. Можно себе оставить. А можно попробовать продать. Думаю, стоит больше 20 вечно зелёных. Хотя, как по мне, может это и недорого. Вот, давайте честно. Если бы вы нашли такую штуку, вы бы продали? Или нет? Я бы, да я же не знаю, не задумывался. Я уверен, что я такого не найду. Потому что у нас по войне-то нет ничего. Это же надо. Вот просто интересно. Знаете, вот он там какой? Если ножны прикипели. Вот расскажите, если кто-то находил и вытаскивал. Он там более-менее целый? Или ему там всё? Кукин-квакин. Просто интересно. Вот просто интересно. Заглянуть бы. Ну, тяжёлый. Тяжёлый. Ух, красавец, а? Кусаются. Всё. Дошёл. Было ещё 6 сигналов. Две гильзы. Две ложки. И не поймите, что. Не, ну всё снимал, конечно. Но... Не знаю, некоторые люди говорят. Я не копаю там много мусора. Так в этом же сама соль. Товарищи, вы что? Это же самое интересное. Потому что там, где много мусора, некоторые люди, те, которые не такие терпеливые, да, долго не ходят. Там выкопал, выкопал и ушёл. А оно же бьёт всё как... Как? Потому что... Ну, потому что металлпроводимость, всё такое, прибор, многие сигналы показывают одинаково. Бываешь, думаешь, там 100% ложка, тебе шмяк и пятак Екатерины. Так что не, на таких ударах копать надо. Тем более, вы понимаете, как было. Вот во времена раннего СССР, да, это же сразу после царизма. То есть у людей оставались там награды, монеты и всё такое. Они их не выбрасывали. Вот вы сейчас выбрасываете монеты? Ну, не, ну, сейчас, конечно, не то, конечно. Но всё равно, даже у нас сейчас есть монеты, которые вышли из обихода, да? И тогда так было. И люди вот это всё собирали. Где-то там оно лежало на чердачке, в карманах. Потом дом развалился, оно попало в землю. Почему и нет? Человек недавно показывал, нашёл 10 копеек Сибирку. Говорит, на советском доме. Вот реально, говорит, Дима, я нашёл Сибирку. На советском доме, говорит, там ничего, там советы одни, вот такая вот шайба 10 копеек Сибирка. Откуда она там? Состояние прекрасное. Видно, лежало в каком-то сундучке, или как оно всё сгнило, струхло, завалилось. И вот, и вот вам. Я находил когда-то на советском доме петровскую монету. Убитую хламную петровскую монету, тогда ещё не снимал. Вот вам. А вы говорите, на советских домах копать как? А хотя не копайте. Вот кто не копает, не надо. Просто пишите, Дима, я вот здесь вот и здесь не копаю. Да, вот так вот. Как ведёт себя Рутус на советских домах? Ну как, ради справедливости замечу, шумно. Ну, и квинок шумный, и тёрка, потому что... Сигналов очень много, но отличить всё можно. Только, как по мне, взмахи надо делать не очень большие. Знаете, как на поле идёшь, можно так себе позволить, потому что там стерильно. Ну, там, если что-то пик, ты сразу раз. А здесь, если очень, так, ну, пи-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Ну, то есть, надо... Ну, я так на Экиноксе делаю, взмахи делать покороче. Тогда, тогда... Не, ну, если бы у вас была снайперка, наверное, так лучше. Ну, не накупишься, да, я хожу с одной. У меня на тёрку была, кажется, была. Брату отдал. А на Экинокс у меня нету, и на Рутус нету. Да, ссылочка на модальный ряд Рутуса под видео. То есть, там не только на такой, как у меня, Альтра 71. На все, на любые деньги, как я говорю. Позвонили, спросили, поинтересовались. Можно на ложкой, можно не на ложкой. Ну, как-то так. То есть, под видео. Если вот-вот-вот-вот, чей прибор польский? То есть, производитель у нас в Польше. Какого года производство? Ну, у меня, наверное, свежий. А сама технология, я не знаю. Ну, вот, чтобы не врать. Ну, не знаю, не вникал. Если вам это всё вот надо, вот надо. Я же говорю, ссылочка под видео. Зашли, позвонили, расспросили. И там уже принимаете решение. Да, отвали от меня. Вот надоедливый, да. Жарко. Вот, честно, вот, ничто так не утомляет, как жара. Не, ещё работа. Если на диване лежишь в теньке, это вообще прекрасно, да. Но вот, когда по жаре, то как бы. Мне понравилось. Я вот всё, хожу и думаю, вот та монетка Екатерины. Это деньга, это полушка. Хотя полушка, наверное, меньше. Но я находил когда-то пару раз. Вот, пару раз, и всё. Для меня это просто. Но мы здесь были дальше. И это видео было прошлогоднее, но было в этом году. Мы там пятак находили. Помните, кто смотрел, там пятак мы находили. Сигнал был спорный. То есть, там он, наверное, был закладной. Такой пятачело, что был в окислах. Ну, кто не видел, можете посмотреть на канале в этом. Под этим видео есть все ссылки. Не только на Рутус. А на мой Инстаграм, на ВК, на всё. На почту. То есть, если кому-то что-то интересно, можете написать. Я надеюсь, что я увижу и отвечу. Да, если у вас есть интересная находка, фото или видео к ней. А главное, желание поделиться. Тоже пишите забабахаемым вот такой вот ролик. Ох. Да, 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 да. Ту штуку прислал мне подписчик. Зачем? Ну, я уже говорил. Вам показать. Ну, и попробуем её поменять на деньги. Наверное. Класс. Впервые я такое держу в руках. Всё. Много говорить не буду, потому что ещё дверь сегодня хочу поставить. До новых встреч на канале. Пока-пока. Все нужные ссылочки под видео. Находочки покажу, конечно. Ну, а по находкам у нас вот так вот. Опять же. Это не моё. Это не я нашёл. Сто процентно. Потому что некоторые люди говорят. Дима, то ты находишь. Нет. Не нахожу я такого. Это подписчика. С Харьковской области. Серьёзно. Моё во. Вы уже всё видели. Помытое. А я-то ещё нет. Поеду замочу. Вот эта вещица. Класс. Класс. К-98. Пуговка красивая. Так, друзья. Вся ссылка под видео. Всё хорошее вам и вашим родным. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...